здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас очень интересная тема слова мошенничество но было давно есть к сожалению наверное будет но для того и существует специально подготовленные кадры люди целые профессиональные знатоки этого процесса которые пытаются все-таки постараться идти на шаг вперед чем мошенники к счастью или к несчастью это иногда получается иногда не получается об этой трудной работе и о том что прежде всего мы сами должны иногда оберегать себя от мошенников мы будем говорить с валерием ивановичем жуковым подполковником полиции начальником отдела по борьбе с мошенничеством а на ум ммд россии люберецкая здравствуйте валерий иванович да здравствуйте вот скажите мошенничество мы же не можем его полностью убрать из жизни все равно будут люди остап бендер же все равно всегда существует никуда был был наверное будет но мы постараемся сократить ну по крайней мере вот прежде всего мошенничество же она основана на доверие людей прежде всего это означает что как бы люди виноваты от того что они доверия своим так сказать располагают этих мошенников или здесь еще что-то другое есть ну естественно доверие важную роль играет наверно во взаимодействии между преступником и потерпевшим основная часть людей так которые доверяют не только посторонним людям ну и каким-то близким иногда бывает но вот помните раньше был у нас такой период когда перезванивали говорит чуть ли не папа я там попал куда-то да человек почему-то вдруг думает что это голос его ребенка мне недавно звонил капитан полиции когда ему сказал что спокойно фарма я еще начал говорить я говорю что но вы меня вызовете я приду к вам мы поговорим он после этого позвонил вы почему трубку бросаете то есть он не унимается видами пошел я пошел на контакт то есть мошенничество к сожалению имеет несколько аспектов прежде всего это конечно наше доверие от нашего может быть незнание но сегодня мы поговорим также о том как профилактируется мошенничество и что вы нам расскажете у нас сегодня целая цифровая мошенническая схема существует с этими звонками постоянными потом мы же все выкладываем в интернет наши контакты все это читается вот что входит в круг вашей борьбы с мошенниками сегодня наша у нас две основных можно сказать задачи на первая профилактика из профилактировать совершенное будущее до возможностей преступлений и второе это конечно раскрытие задержать тех лиц которые либо участвуют либо подготавливают к совершенному приступлении рейси да но почему мы к вам конечно обратились и пришли наша цель сейчас максимально донести до нашего населения беретского какими методами используют мошенники не основанием на что и сколько мы проводим мероприятия все равно практически ежедневно регистрируется преступление то есть кто-то в сети попадает да и причем неоднократно некоторые бывают по несколько раз удовольствие резкие но сразу скажем что мошенничество это преступление имеется на наряд разная градация какое преступление но это уголовный кодекс машине конечно это статья 159 части 1 но если я позвонил по телефону не знаю убедил человека что его родственник попал в аварию и что нужно перевести 15 тысяч рублей человек перевел как меня можно за это наказать ну как возможно наказать естественно я не заставлял его по страхам смерти избиения вы его немножко обманул да вы убедили просто до убедил просто на езж такие варианты и это подсудное дело то есть можно да за это за видеть можно можно получить срок это же само реальный ну естественно все будет зависеть от тяжести до кому-то 5000 рублей да кому-то 5 лет ну давайте расскажем какие основные сейчас с чем вы сталкиваетесь чтобы нашим телезрителям дать такой сигнал кайс трубку не класть открывать дверь не открывая но последнее время у нас фиксируется из основных это пять категорий сушь который совершается мошенничество одна из них основная которая сейчас заполонила не только но в россии я думаю что и часть стран захватывает это когда звонят под видом правоохранительных органов центрального банка банка фсб прокуратуры и тогда это вот основной вид когда мошенники убедив потерпевшего внушают доверия что действительно звонок поступил из центрального банка либо от сотрудников банка службы безопасности с вашего счета снимают деньги там сейчас придут взяли кредит необходимо перечислить на безопасный счет какой-то и в общем люди граждане так несутся сразу же практически не проверив ничего не проверив не позвонил в банк донесутся в банк получают кредит либо снимают свои деньги да и переводят потом уже якобы на безопасный счет до не убедившись не спросив если в банке ну хотя бы можно предположить если в банке безопасный кредит безопасный счет ну хотя бы сотрудники имели представление банка о том что где он может наверно предупредили да естественно с сотрудниками банка мы также проводили беседу в присутствии руководителя нашего подразделения основные проводила рабочая встреча с сотрудниками альфа банка втб и сбербанка активно мы с ними работаем в том числе с сотрудниками главного управления внутренним дел по московской области над этой темы вот поэтому это основная до 1 категория которые попадают это когда звонят и до сих пор работает вот я сразу хочу на этой категории остановиться потому что ладно там банк датчик спасают деньги опять непонятно почему можешь не срочно ему надо прямо он они на это работают позвонить то можно тут еще когда пытаются вот то что я рассказывал на какие-то намекнуть что вы какой-то там что-то совершили это от чего идет того что некоторые члены нашего общества предполагают что может действительно он что-то совершил такое или это от нашей исторической такой памяти что у нас как-то если полиция к нам обращается то есть за что но вы сейчас затронули тему по изначально когда звонят и представляются что росла не бедена до сих пор это сейчас действует и в основном в эту схему до попадают потерпевшими наши родители да ну или лица пожилого возраста в основном они на многие многие просто доверчивы еще может быть старой закалки когда воспитаны они понимают ведь мошенники используют не только методы быстрого до какого-то захвата внимания но и методами психологии очень хорошо осведомлены этим пользуются ведь на той стороне трубки плачущий горло голос не всегда распознаешь как родственника конечно вот поэтому а короткий разговор и сразу переключение на кого-то либо на два решения вопроса да либо переключение на адвоката либо на каких-то сотрудников да и фсб иногда и прокуратуру и мвд основное да получается человек готов готов платить деньги да да и в основном то потерпевшие дают самое последнее ради своих близких хорошо какие еще есть схемы вы творите 5 основных что еще сейчас актуальна тема заработка да можно сказать и заработка на каких-то биржах да 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 вот это играть не то что сыграть проинвестировать да можно сказать свои деньги и приумножить там в какой-то период короткий период новому году например у него стать миллионером но к сожалению не получается да дело в том что наша можно сказать финансовая безграмотность до приводит к этому в основном здесь попадаются ну не молодые да ну и дали конце разные попадаются потому что кажется так ли дурого до лицах такое население где-то период если 17 до 25 они больше грамотнее немного потому что интернет дает свои результаты да и обучение сейчас в школах проходит проводится тоже по финансовой грамм да 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 это есть а вот те которые не вникали в тот процесс ранее да скорее всего на слово биржа только знают да ну как работа рождена не знают как биржа есть да да и в общем решают о том что все-таки можно этот процесс сейчас запустить и в какой-то период стать миллионером да и переходит по разным ссылкам естественно где нужно чет заплатить да не только заплатить но преступники присылают им какие-то немыслимые программы которые сами же в кабинете и составляют человек не подозревая ничего видит как у него растут проценты он удостоверяется что да действительно у меня сейчас вместо одного биткоина сейчас три биткоина появилась потом уже жадность да то есть деньги как бы работает давай по полной за и теперь в общем начали с маленького и заканчиваем там 1 миллион 2 миллиона потом когда просят вывести деньги все на этом заканчиваются преступники бросают телефоны выключаются до пропадают все ссылки до которые удаленные некоторые как будто ничего не было ведь это поразительная история но ведь уж столько было и ммм и все что угодно все эти компании и просто но не валяются деньги да кстати иногда даже деньги на улице валяются это не факт что они настоящие и все равно люди готовы миллионы отдавать непонятно куда причем люди вполне вменяемые да многие из них осознают в дальнейшем уже свои последствия да и почему безграмотность их повлекла за такими тяжелыми спасти как можно ситуацию вот если мы поймаем этого или это невозможно все стирается не но если мы говорим если поймали во второй части давайте поговорим о том вот что когда луну что грозит и так далее то есть вот эту юридическую часть поговорим вы еще не рассказали нам о других способах да ну давайте сейчас о другом это у нас распространение а также взлом страниц телеграм аккаунтов а передать срочно добывается взламывают вконтакте страницы и потом якобы от знакомых близких или родственников там дальних может быть в общем кто у тебя в странице был начинается рассылка срочно завтра там я вернул там 10 20 там 30 тысяч но многие сталкивались наверно иногда приходят да там есть на что ошибка может быть если ты с чеком на вы общаешься да но может быть да потом на 3 там ну неважно кто-то вообще не говорит пожалуйста там переведите ну так как то в общем можно понять да принципе с первого прочтения но все равно переводят все равно да есть те которые переводят но здесь основная задача это позвонить сначала человека действительно ли он просит хотя бы найти но в дальнейшем не переходить ссылки знаете многие сообщения мошенники когда некоторые взламывают этаж цепочка такая большая длинная да они просят проголосовать за кого-то да за племянницу за дочку там вот люди переходят и мошенники уже используя технические методы подключаются к телефону да но самая основная проблема в этом не только что вас могут взломать но вам-то ничего не будет вашу переписку с близкими друзьями и родственниками увидят машины и дальше будет уже принимать решение исходя из переписки ваши ну возможно да но доступ получить фотографии и сообщение переписка на какие-то личные ну да дальше можно пойти на серьезный даже шантаж или еще что-то такое же более да кстати не было таких слава богу я думаю что но это возможно просто ну да хорошо сейчас мы сделал небольшую паузу напомню что нас гостях на валерий иванович жуков подполковник полиции начальник отдела по борьбе с мошенничеством ему мвд россии люберецкая говорим мы о вот схемах мошенничества продолжим во второй части конечно же поговорим с вами о способах как все-таки себя обезопасить насколько это возможно но и чего грозит этим людям если их все-таки поймают дождитесь продолжения напомним что эта программа открытый диалог у нас гостях подполковник полиции валерий иванович жуков начальника дела по борьбе с мошенничеством мвд россии люберецкая вот все эти схемы о которых мы начали говорить в первом первой части нашей программы я думаю многие некоторые наверное даже со всеми могли сталкиваться потому что мошенники же не выбирают там конкретного иногда просто действует по по методу а такого распространения как только мы как как только можно какие еще есть интересные подходы и способы чтобы распознать что с вами мошенник какие еще схемы есть ну еще вот расскажу про обычную использованную схему кражи денег это при продаже товара либо покупки товара на платформах авито юла ну и основных так как либо происходит ну смотрите там два момента таких платформах либо вы потерпевший либо продает либо покупают ну неважно в общем в какой в любом случае мошенник скидывает ссылку либо для перечисления денег либо за снятие денег и люди когда пересылки приходят заполняют свои банковские реквизиты номер карты тогда и преступники видят на на экране какие они ввели и просто списывают либо сам потерпевший вносит сумму которую необходимо по просьбе да вы перечислите ссылки фишинговые они похожи немножко на авито доставка да к примеру такие похожи и они вводят просто данные ну просили там 5000 за машину до перевести вот за 5000 он пострадает а несколько раз будет переводить до якобы там ошибка какая-то образовалась нужно еще там техническая до техническая там сбой там мы сейчас свяжемся с технической поддержки вам поможем вот он сколько будет раз вводить столько у меня будет расписываться то есть либо при продаже либо при покупке чего так ну и основное когда потерпевшие что-то ищут в интернете с целью покупки до каких-то вещей телевизор там билеты как там в театр кино так и чего происходит попадают просто на подложные сайты непроверенные то есть он вроде бы немножко схож с тем что есть на дороге тот который настоящий да немножко да но реквизиты не указаны там естественно среди немножко будет отличаться букву 1 какая-то будет в ссылочке не то стоять не там запятая и все да онлайн просто перевод покупка и вот такие основное конечно задача и но это же люди все интернетом пользуются до хотя бы скопировать посмотреть сведения посмотреть отзывы до покупателей были ли там когда-то вот а потом уже когда деньги ушли и оказывается билеты не пришли и посылка не доставлена ну и получается да да ну суммы конечно небольшие в данных ситуацию но все же для мошенников то неплохо если 100 человек нашли вот тебе уже и сумма да ну а вот скажите я сейчас вот меня в руках держу вот например это такое у вас специальная памятка да как себя вести в случае до осторожно мошенники расскажите ваша наглядная агитация скажем так она разная есть есть вот такого плана вот маленькие листочки например здесь написано что делать если с карты украли деньги это сделано уже так связи с тем что тот кто попадает чтобы он сразу действовал по какой-то схеме для чего это мы сделали на указание руководство главного управления внутренних дел и начальника межмуниципального управления люберецкого романцева мы неоднократно и постоянно постоянно основе проводим оперативно профилактические мероприятия с целью доведения максимум информации до населения вот эти листовки сотрудники ходят и по домовой обход квартирный размещают листовки в общественном в общественных местах школы магазиновки магазины придомовые территории спортивные площадки донести как бы максимальную информацию до населения ну вот смотрите здесь видно все довольно просто написано с центре самое простое да мы сейчас как раз переходим вместе с вами к теме как положите трубку телефона самый простой способ когда если уж действительно что-то произошло вас явно потом найдут к вам приедут ну вот как правоохранительных дать начнем самого простого когда он дозванивается какой-то капитан там там полиция не поймешь что сказал да что положил трубку и все если действительно вы чего-то натворили то наверное как-то вас вызовут в полицию до или приедет за вами какой-то следователь на чтоб человек понимал да бывают случаи когда не просто звонят и приглашаю да и говорят но присылает еще повестки да то есть как документ вот как документа по телефону вас не могут с вами проводить никакой не опрос не допрос не допрос да естественно либо мы узнаем есть такой сотрудники звоним интересуемся вызывал не вызывал но все остальные действия естественно я вот могу просить и привести пример я прихожу домой у меня висит на ручке какая-то бумажка наверно такими текстами за срочно позвонить участковым но я так думаю но за заранее скажу что выяснилось что не мне принесли вот но я посмотрел залез интернет есть такая служба где можно посмотреть твой участковый какой телефон не совпадает я позвонил по телефону мало ли что вот я спрашиваю а вот у меня нет такого участкового говорит а какой у вас есть я говорю ну вот вы сами назовите какой но он называет да был такой нужной то есть я с ним хотя бы веду беседу то есть я понимаю что я делаю все возможное прежде чем какие-то начинать действия потому что у меня был сомнение по поводу того что это было ческому потом выяснилось что они действительно там но в другую квартиру попросили чтобы позвонили так и так далее а вот тем более что участковый довольно часто же меняются больших городах вот меня скажите пожалуйста эти правила которые здесь прописаны они вот реально действует ну естественно да действует кто их разрабатывает но не то что прям это сильная большая разработка это основные правила как необходимо не допустить или не вдаться в эту в эту проблему до который потом в дальнейшем погрядет большие последствия есть у нас и методические разработки которые разрабатывает министерство внутренних дел естественно мы используем на основании каких-то практик и других подразделений которые существуют для нескольких опыт уже до которые но естественно методик методы которые используют преступники они периодически меняются всегда придумываются новые схемы но это правда к сожалению говорят а то что я в первой части упоминал что мошенники у них профессия такая к сожалению они все равно идут на полушага вперед потому что они мы что-то побороли все вместе гражданским обществом они что-то новое придумали да да будут скорее всего другие сейчас например тут после мы раз говорили сейчас про звонку звонков из центрального банка из банка да то есть переключились немножко в другой тематике да от сотрудники от сотрудника либо руководителя компании в которой вы работаете да вот это но это новая да новая разработка можно сказать а что жальникам ну в общем вы при представьте да что вы работаете ну вот на лрт да вам звонит директор директоров до лрт и либо просто пишет срочно михаил свяжитесь или вам сейчас позвонят сотрудники фсб мвд центрального банка нужно выполнить их поручения это обязательно и в общем сразу вам поступает звонок и вы в надежде что вам все-таки позвонил но папа знакомству по работе по работе да и есть доверие такое в общем и вас убеждают потом дальше прокуратура фсб мвд о том что ваши счета скоро будет заблокировано что они идут длительную упорную разработку они поймали всех сотрудников сейчас поймают всех сотрудников банка до года ряда да и в общем зомбированным и это работает до работы работает сколько сейчас люди людей попадается я имею виду пострадавших как как они исчисляются они не все же например вам сообщают о том что с ними произошло да ну мы заявление пишут вообще люди да естественно мы же считаем по возбужденным уголовным делам в основном если те кто попадается это вот ну часто очень 80 процентов наверно приходит вот на следующий день когда уже все случилось и пишут заявление о том что за возбуждается угол надежде на то что пока нибудь его поймают их деньги вернут и проводится оперативно-розыскными репресс а как они проводятся как можно установить номер телефона не показывают как можно на и как сегодня вообще можно найти этого мошенника он лишь не один и сколько их не понять какие-то в этой схеме много же участвуют организаторы те которые звонят и те которые снимают забирают деньги и которые потом на них живут так наверное да вот одному вот я нас уже заканчивается время понять кого-то когда-нибудь ловили вот что может грозить этому мошеннику и как его можно поймать мы привлекали до таких лиц и неоднократно в основном все преступления которые возбуждены в этом году под видом родственник попал беду они все практически у нас раскрыты используют очень много сейчас схем курьерных служб которые заказывают деньги приезжают забирают у пожилых передают потом куда-то уезжают в москву или в область но чтобы разделька где-то передается посредникам преступников в общем вот такие схемы мы сейчас вычисляем в том числе с при помощи сотрудников управления уголовного розыска московской области внедряйте кого-то или помощь нам пока оказывают и и банки да естественно она это же заинтересованы ну что я прекрасно понимаю что тут еще такой сложный момент и всего-то и не расскажешь наверное потому что мы же не должны еще рекламировать тебя способы мошенничества но мы познакомили вас сегодня с теми которые безусловно есть вот читаю вашу методичку что делать если с карты украли деньги заблокировать карту написать заявление о несогласии с операцией обратиться в полицию даже вот такой вот первый да что что необходимо сделать если уже как говорится вы не просто послушали кого-то выполнили действия которые для вас подготовили мошенники вот финале скажите пожалуйста насколько сегодня но по сравнению там даже пять лет как прошло в состоянии сегодня полиция уже более эффективно заниматься таким способом мошенничества все вы знаете как в состоянии всегда естественно все схемы продуманным продуманные до мошенниками они будут не сегодня завтра полностью установлены технический в основном у нас немножко тормозит это время до время время это получение информации так вот это естественно влечет за собой определенные трудности потом в дальнейшем надо сейчас установить они завтра послезавтра дело в том что получить сведения по вашим примеру да вы как является потерпевшим по вашим банковским счетам это не вот не секунды да не нажать кнопку они как бы но с другой стороны это интересное дело потому что это же вызов с их стороны если знать как кино час показывают что на каждого их айти гения должен быть с нашей стороны эти гений чтобы разрулить эту ситуацию вот мы благодарим за то что вы нашли время прийти что очень такой серьезный архив у вас я вижу что работа ведется и приходите к нам еще потому что наша задача конечно помогать людям потому что в этой ситуации может оказаться абсолютно любой человек любого возраста любого пола вот позвонили в какой-то такой момент когда вы вот психологически прямо открыто для мошенников поэтому спасибо вот вам хорошая работа раскрытие преступлений вот но а программу открытая диалог сегодня посетила сервис жуков валерий иванович жуков подполковник полиции начальник отдела по борьбе с мошенничеством в д россии люберецкая и еще раз помните что как только к вам кто-то дозванивается кем-то представляется прежде чем выполнять его команды скажите хорошо спасибо я перезвоню уточню в своем банке например и стопроцентной ситуации чаще всего вам ответят что никто из банка вам не звонил и вы мошеннику что называется подставили ножку это была программа открытый диалог с вами был николай пименко всего доброго до свидания а